Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Наступил октябрь и наконец-то мы в четвертом квартале этого года. И криптовалюта начала его с большого массивного прыжка. Сегодня я расскажу тебе о большой победе тезера USDT, очень классных многообещающих новостях для NFT, выступлении Джерома Паула, которое кстати и привело к этому пампу и о многих других вещах. Также конечно мы посмотрим на новые цели для биткоина в этом месяце. Я постараюсь рассказать об этом как можно быстрее, чтобы не задерживать ни тебя, ни себя, потому как времени в последнее время очень-очень мало. Начнем с небольшого анализа цены биткоина на 4-х часовом графике. Во-первых, я дам тебе два сигнала, которые ты впредь сможешь самостоятельно распознавать и использовать для торговли. Они появляются лишь в конце каждого месяца. Вчера был именно такой сигнал. Я внимательно следил за закрытием сентября и предупреждал каждого следить за ним в недавнем видео. Будет ли сигнал медвежьим или бычим, зависело лишь от того, закроется ли цена биткоина ниже или выше предыдущих вот этих линий CPR. Мы говорили об этом. Если бы цена биткоина закрылась ниже этих линий CPR, следующие бы отрисовались также ниже предыдущих, что означало медвежий сигнал. То есть сигнал на продолжение понижения цены. Но в нашем случае сентябрь буквально в последний момент умудрился закрыться выше линий CPR. Поэтому следующие линии CPR, как ты видишь, отрисовались немного выше предыдущих. А это сигнал на повышение цены. На пробитии и закрепление выше вот этого первого уровня CPR и нужно было открывать свою сделку на покупку. И фиксироваться при достижении третьей линии по CPR. Что же нам показывает открытие новых месячных линий CPR, которые открылись немного выше предыдущих? Они показывают нам новые цели на этот месяц. Первая цель на повышение цены, которая в этом месяце будет одной из самых сильных линий сопротивления, это 51 300 долларов. Вот здесь. Первая цель на понижение цены будет находиться на отметке 37 970 долларов и эта линия будет служить сильной поддержкой, если будут какие-то сильные падения биткоина. Мы видим, что цена биткоина только что пробила все эти три линии сопротивления CPR, которые отрисовались буквально сегодня. Значит ли это, что мы можем сразу попробовать первую же цель для роста на прочность вот здесь? Посмотрим на более масштабной картинке. На растущем тренде, как вот здесь, линии CPR служат чем-то вроде ступенек для цены биткоина. Каждый раз цена на восходящем тренде находит поддержку именно на этих линиях CPR. На падающем же рынке, наоборот, CPR выступает в качестве потолка для мячика, который постоянно от него отскакивает. Но как только CPR становится восходящим, вот это уже сигнал на то, что тренд разворачивается. Как мы видели вот здесь, цена биткоина снова начала расти до тех пор, пока не оттолкнулась от первой цели по CPR в сентябре. Но теперь, когда цена биткоина уже пробила месячный CPR в октябре, я думаю, что мы должны увидеть их ретест. Прямо в ближайшее время, и чтобы нам говорить о достижении вот этой первой цели для роста цены биткоина, нам нужно обязательно, чтобы вот этот диапазон, который обозначил этим желтым боксом, это три месячные линии CPR, остался поддержкой. В противном же случае, если этот диапазон окажется новым сопротивлением, этот рост может оказаться большой ловушкой для всех, кто только что купил биткоин. Так что следи за этим очень-очень внимательно. А теперь я хочу перейти к позитиву, а его у меня есть, как говорится. Джером Пауэлл, председатель ФРС США, несколько часов назад заявил, что у ФРС нет планов по запрету биткоина или криптовалюты в США. Для меня это совсем не сюрприз, это было очевидно, особенно на фоне запретов в Китае. Для США это большой шанс перетянуть одеяло лидерства в криптоинновациях на себя. Но все равно очень круто видеть, как американская ФРС, да и американское правительство говорят об этом публично и прямо. Вместо запрета криптовалюты и биткоина, ФРС США видит их путь в регулировании. Регулирование биткоина, стейблкоинов и криптовалюты – вот какое будущее ожидает криптоиндустрию в США вместо запрета. Есть еще один фактор, который может повлиять на рост биткоина в октябре или ноябре. Это неподтвержденная информация, но тем не менее она рождает некоторые подозрения. Похоже, первый в США биткоин ETF может быть утвержден уже в октябре или ноябре. Coinbase только что опубликовала твит о том, что SEC подтвердила биткоин ETF, но сразу же этот твит был удален. Но в интернете скриншоты этого твита остались. Ведь то, что попадает в интернет, уже никуда не девается. Неизвестно, зачем компания Coinbase это сделала и, возможно, это какая-то манипуляция с их стороны. Мы знаем, что биткоин ETF в США застрял на уровне всех подают множество заявок, которые никак не подтвердят. Но если вдруг в этом или в следующем месяце его действительно подтвердят, это будет большим катализатором для роста цены биткоина. Еще в конце августа мы говорили, что сентябрь для биткоина – исторически плохой месяц. Но вот октябрь и ноябрь в основном были хорошими. Недавно комиссия SEC США сообщила о том, что будет рассматривать запуск или не запуск биткоина ETF на территории США 14 ноября. Исторически ноябрь в основном был хорошим месяцем для биткоина. И если биткоин ETF действительно будет утвержден 14 ноября, это может спровоцировать его массивный рост. Еще одно шикарное событие для криптоиндустрии произошло недавно. Мы уже не раз говорили о том, что тезер USDT, крупнейший по рыночной капитализации стейблкоин, является чем-то вроде часовой бомбы для всего криптовалютного рынка. Ведь если его закроют, то весь криптовалютный рынок как минимум на краткосрочной перспективе почувствует большой удар. В последние годы тезер и битфинекс постоянно таскаются по судам. Как ты помнишь, он долгое время судится в Нью-Йорке, а Миньюз США давно держит тезер под прицелом. Вместе с тезером под раздачу также попал и битфинекс, вместе их обвиняют в рыночных манипуляциях, отмывании денег и прочих грехах, но это не столь важно. Важно то, что почти все иски против тезера были отклонены судьей буквально 29 сентября, и похоже, что тезер выигрывает судебные тягомотины, в которых погряз так надолго. Это большой бычий флаг для крипторынка. Конечно, это не отменяет регулятивного вмешательства в жизни стейблкоинов, которое продолжится, об этом даже Джером Пауэлл говорил, и в этом есть логика. Мы еще увидим, как и другие стейблкоины будут проверяться регуляторами так же, как и тезер. Что я могу сказать, это правильно, так как нет никакой большей угрозы существующим финансовым силам, чем стейблкоины, привязанные к доллару, которые позволяют их держателям получать проценты с двумя цифрами до запятой в год. Именно до, а не после, как это привычно для банковской системы. Напомню, доллар США до сих пор остается той единице платежа, который доверяют по всему миру, но он не может предоставить такие же привилегии своим держателям. Если у людей будет возможность выкачивать миллиарды или миллионы долларов из существующей банковской системы и получать за них настолько большие проценты, как в крипто-стейблкоиновской системе, то зачем им пользоваться банковской системой? Они не будут ее использовать, они будут пользоваться крипто-системой. Поэтому регуляторы не отстанут от стейблкоинов. И поэтому то, что тезер выигрывает суды, это большая победа для криптовалют. Можно сказать, это как реклама для новых пользователей криптовалют. И, наконец, я хочу поговорить про NFT. Сейчас начинается третья волна NFT-мании. И, по моему мнению, она станет самой масштабной из всех, что были раньше, благодаря масштабному принятию. Сегодня TikTok объявил о том, что залетает в NFT. В сентябре я выпускал видео о том, что и Twitter заходит в NFT. Он интегрирует NFT в свою социальную сеть. Но кроме Twitter, у нас есть также и Facebook, который интегрирует NFT в свой цифровой кошелек. И даже Instagram, который объявил о том, что добавит поддержку NFT. Ты просто задумайся об этом. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram. Все они запрыгивают в NFT. Это огромная аудитория, большое количество людей, практически миллиард новой крови. Это то, как выглядит масштабное принятие NFT. Ты должен понять, что NFT очень молодая технология и вообще индустрия. И вот почему риски в ней невероятно высокие, но и потенциальная награда от инвестиций также астрономически большая. Чем выше риски, тем выше награда и наоборот. Итак, TikTok анонсирует коллекцию NFT от ведущих создателей контента. И это только начало пути, который ведет в мир NFT. Мы видели такие же первые шаги от Reddit, от Time Magazine. Месяц назад мы видели такой шаг от Twitter. Угадай, к чему они все готовятся. Ведь это все не просто так. Они готовятся к интеграции в Web 3.0. Мы не раз говорили о том, что NFT ожидает глобальный взрыв принятия. И это его начало. И для меня это сейчас выглядит точно так же, как Bitcoin в 2012. Это событие будет крупнейшим для криптовалюты принятие NFT крупнейшими именами и брендами. TikTok, Twitter, Reddit, Instagram, Facebook. И это, если не учитывать мегапопулярных звезд и спортсменов, все они будут в NFT. Это огромная волна ликвидности, грядущая в экосистему NFT, масштабы которой не каждый способен осознать. Если ты сейчас думаешь, не поздно ли изучать NFT, искать пути соприкосновения с ними и так далее. Нет, не поздно. Ты не просто ранний инвестор, ты сейчас наблюдаешь доисторическую веху развития NFT. Тебе до сих пор приходится скачивать метамаск, устанавливать его в свой браузер, привязывать к OpenSea, заводить туда эфириум и покупать свой первый NFT, при этом заплатив конскую комиссию в сети эфириума. У Солана и других, кстати, эта комиссия будет поменьше. Но это все старые костыли, которых в будущем уже не будет. Поэтому да, ты еще ранний инвестор в NFT. NFT и Web3.0 и разовьются в ту самую метавселенную. Верификация NFT в Твиттере, над которой сейчас работает Джек Дорси, это и будет первым шагом на пути к созданию этой метавселенной. Я, кстати, выпущу отдельное видео на эту тему. Что такое метавселенная, как она изменит интернет. Поэтому, если ты не являешься частью этой индустрии, мне кажется, это только мое мнение, ты пропустишь самые легкие большие деньги в своей жизни. Конечно же, это не финансовый совет, просто я так думаю. С чем бы это сравнить? Да, например, с тем, что ты покупаешь недвижимость в Нью-Йорке в 1600-м, когда туда еще никто даже не приехал. Грубое сравнение, но вполне понятное. Кстати, насчет NFT, у кого сейчас есть Сабдакс, то скоро ты абсолютно бесплатно получишь Кингфрок NFT. Такой вот приятный бонус для держателей Сабдакс. На этом все, как видишь. Множество позитивных событий происходит, а то народ весь в негативе сидит, решил немножко тебя порадовать чем-то хорошим. А ведь хорошее тоже происходит. Экосистема растет и развивается, просто об этом СМИ не говорят. Они расскажут тебе только то, что им скажут тебе рассказать. Для формирования правильного настроения на рынке. Правильного для кого-то. Меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok